Или вот Абдулла бин Амар ибн Аль-Ас. Молодой сподвижник, Аллаху Акбар. Достоверный хадис из Бухарии Муслима. Там как было, Абдулла бин Амар ибн Аль-Ас женился. Аллаху Акбар, скажите Аллаху Акбар. Он женился, братья. И когда женился, Аллаху Акбар, вот вы, да, женились. И что бывает после этого? Вы исчезаете, аль-хамду лиллах. Вы становитесь как солнечное затмение. Аллаху Акбар. Был и нету. И вот отец Абдуллы бин Амра ибн Аль-Аса спрашивает невестку свою, жену своего сына. Вот отец Амра ее спрашивает, говорит, ну что, невестка, ты вышла за моего сына. Ну как тебе? Она говорит, клянусь Аллахом, свекор, ваш сын Абдулла такой замечательный. Но как только мы поженились, в постель ни разу не приходил. Ни разу. Отец такой, что? Ну и говорит Абдулле. Дескать, Абдулла, ну как бы это самое. Ты женился-то, для чего? Не для галочки же, ты же для чего-то женился. В итоге, через несколько дней, спрашивает у его жены. Дескать, ну что, помог мой разговор с ним? Нет, говорит, не приходит он ночью ко мне. В итоге он пошел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям. Он жалуется ему, говорит, мой сын не приходит к жене ночью. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, говорит, позови его. Абдуллах приходит. У Абдуллы-то все хорошо. Он увлечен религией. Он так Аллаху поклонялся. Мы об этом даже не узнали бы, если бы жене его не пришлось об этом рассказать. Смотрите, как поклонялся. Пророк Мухаммад говорит, Абдуллах, как твои посты? Как постишься? Абдуллах говорит, о посланник Аллаха, я пощусь каждый день. Пророк говорит, а как твои хатмы? Говорит, как часто ты прочитываешь полностью Коран? Достоверный хадис из Бухари и Муслима. Говорит, я прочитываю полностью Коран каждую ночь. Аллаху Акбер. Когда же его жена увидит? Днем мне приходит, мол, прости, я пощусь. Пощусь я. Ночью Коран читает. Всю ночь Коран читает. Посланник Аллаха, салаллаху аняхио салям, ему напомнил. Замечание сделал, говорит, Абдуллах. Говорит, вместо того, чтобы поститься каждый день, говорит ему, постись три дня в месяц. Говорит, о посланник Аллаха, я могу больше. Пророк говорит, тогда постись в понедельник и четверг. Абдуллах говорит, я могу больше. Пророк говорит, ладно, тогда постись, как постился пророк Давуд, мир ему. День постишься, день не постишься. То есть, через день. Чаще не разрешаю тебе поститься. И насчет Корана посланник Аллаха ему говорит, Коран полностью прочитывай за месяц. Не каждую ночь. Он говорит, о посланник Аллаха, я могу больше. Могу больше, чем за месяц. Пророк говорит, Абдуллах, ладно. Разрешаю прочитывать за 20 дней. Он говорит, о посланник Аллаха, я могу больше. Пророк ему говорит, ладно. Прочитывай Коран за неделю. Он говорит, я могу больше. Пророк говорит, нет, я тебе не разрешаю. И Абдуллах придерживался этого. Он долго прожил, состарился. Часто постился. Коран прочитывал полностью. За неделю. И так до старости. Передают, что так было. То есть, что я хочу сказать. Смотрите, как они исламом увлекались. Что аж пророку их приходилось притормаживать. Аллаху Акбару. Я не говорю, что вы чувство вины должны испытывать. Я просто что хочу сказать. Делайте, что можете. Просто поймите, сподвижники пророка прочную связь с Аллахом устанавливали. Делали ставку на качество. Они старались делать все, что могут ради Аллаха. С рвением соблюдали религию, которую принес посланник Аллаха. Наилучшим образом старались поклоняться Аллаху.